У меня есть коллекция морских раковин. Может быть, вы ее видели. Я храню ее на всех побережьях, всех на свете морей. Стивен Райт. Писатель, актер. Да, так можно коллекционировать не только раковины. Таким образом, есть шанс стать счастливым обладателем редких растений, драгоценных камней, снежинок и звезд, в конце концов. Здравствуйте! Сегодня в программе «Артикул» мы поговорим о необычных коллекциях. Владельцы предпочитают прятать их от посторонних глаз. Как Анжелина Джоли, например. Странное увлечение такой хрупкой, казалось бы, женщины. На протяжении долгих лет она собирает ножи и кинжалы. Предпочтение отдает оружию эпохи Возрождения и Средневековья. А знаете, кто самый рьяный коллекционер моделей поездов? Рот стёрт. Целый этаж дома на Беверли-Хиллз он превратил в модель поезда Чикаго. Там разместились терминалы, парки, склады. Нередко он уходит туда отвлечься и поиграть со своими машинками. А вот старейший член семьи Рокфеллеров собирает не поезда, не автомобили, нет, насекомых. Он коллекционирует их с 10 лет. Сейчас ему 100, и он даже открыл несколько новых видов. О предпочтениях омских коллекционеров узнаем прямо сейчас. Если однажды вы встретите на улицах Омска человека с таким вот колоритным сундучком, не удивляйтесь. Игорь Селюк – коллекционер. Старые флаконы из-под духов, тысячи пуговиц, платья и даже плотяные шкафы – всё в его коллекции. При этом его интересуют не вещи, нет, скорее истории с ними связанные. Вот уже 40 лет коллекционируя, он пытается через разнообразные предметы рассказать о бытих горожан со времён основания Омска. К примеру, здесь можно проследить даже эволюцию чиновничьих портфелей. Это не просто предметы, уверяет коллекционер. За каждым из них захватывающая история. Нужно только суметь рассмотреть, услышать её. Одну из таких ему удалось прочесть вот в этих открытках. Заполнены они были рукой хомички по фамилии Кралиш. Она была библиотекарем, умерла. Сын её уехал в Австралию, потом приезжал сюда продавать дом. И пришёл в музей, говорит, у меня есть документы. И они нам передавали очень много документов, таких книг, там книг не меньше, открыток. Перечитав их, систематизировав, он написал захватывающую историю большой любви. И когда сын приехал через года два-три, удивился, что мы и его семьи всё знаем. И таких историй сотни. Так о драгоценном камне из частной коллекции одного американского промышленника был снят фильм под названием «Тайна бриллианта Санси». Голливудские режиссёры нередко используют в своих лентах экспонаты из частных собраний. Оружие Анжелина Джоли то и дело, мелькая в сценах с её участием. А актёр и режиссёр Том Хэнкс, в чьей коллекции более 300 печатных машинок, очередной свой сценарий набирает исключительно на Олимпии 1946 года. Именно частное коллекционирование до сих пор лежит в основе всех современных музеев. В 16 веке, в эпоху Ивана Грозного, в России сложилась оружейная палата. Это тоже коллекция, это тоже собирательство, которым занимались русские князья, начиная с Ивана Калиты, это 14 век. А из этой оружейной палаты вырос музей Московского Кремля. Музей изобразительных искусств имени Врубеля в Омске тоже не исключение. Собрание нашего музея началось в формировании 20-х годов, 20-го столетия. В годе оказались, безусловно, частные коллекции различных происхождений, различных самых известных, и, может быть, не столь известных семейств, как аристократического происхождения, так и не аристократического происхождения. Мы вобрали в себя часть Юсуповской коллекции, мы вобрали в себя часть произведений, которые ранее находились во владении Романовых, Саксональтенбургских, Ребушинских и так далее. И до сих пор фонды этого музея продолжают пополняться экспонатами из частных коллекций. Некоторые отдают сами сотрудники. Ивана Гольского блики хрусталя завораживали с детства. Любовь к фарфору и керамике сыграла, пожалуй, решающую роль в его жизни. Он – хранитель фонда стекла, коллекционер. Вот только предметы его страсти хранятся не дома, а в музейных залах. Правда, признается, что иногда, увидев фарфоровое блюдо, в прямом смысле слова, держит руки в карманах, чтобы не забрать себе. Самое лучшее – музею. Так Иван сформировал коллекцию казахской керамики 70-х-80-х годов. Половину предметов для нее находил и покупал сам. Расстаться с ними было особенно тяжело. Это аркалыкская фабрика керамики. Она просуществовала всего лишь 10 лет. И встретить предмет, у которого при этом еще бережно сохранена бумажная наклейка, на которой и сообщено, что это аркалык, это, конечно, бесценно. И он хорош. Самое лучшее должно быть в музее. Я – коллекционер. Но я коллекционер для государства. Керамику начали собирать еще до нашей эры. Первые упоминания о сосудах с краснофигурной вазописью датируются 530-м годом до Рождества Христова. Сегодня их можно увидеть в Лувре. Множество собирателей было и в Древнем Риме. Марк Тулли Цицеру, например, тяготел коллекционированию гем – миниатюрных медальонов с резными изображениями. Кстати, сам термин «коллекционирование» был введен в обиход именно этим римским философам. Позднее собрания императоров становились все разнообразнее, а иногда и вовсе шокировали. Петр I замечательная у него была коллекция. Коллекция зубов, которая им собрана от разных там, от вельмож и даже от солдат. И некоторые вельможи, которые попадали в немилость к монарху, подставляли ему свою челюсть, извините за такое выражение, чтобы он даже здоровый зуб вырыл, потому что ему это доставляло большое удовольствие. Он коллекционировал зубы. Психологи сегодня отнесли бы Петра I к так называемым процессуальникам. Для них важен сам процесс коллекционирования. Они готовы собирать до бесконечности. А вот результатникам, напротив, важен итог. Безобидное увлечение, если, конечно, не перегнуть палку. Я вспомню с вами в советское время историю, нашумевшую с Большим театром, когда страшным образом погиб скрипач Большого театра, его жена. Это был коллекционер, он собирал старинные вещи. Это были иконы, это фарфор был, который стоил по тем временам бешеных денег. Можно было купить то ли 13, то ли 30 кооперативных квартир. Убил его и жену, по сути дела, и их сын. Из-за того, что у сына был страх, что отец это завещает мачехе, молодой жене, он убил его. Но если подобным увлечением не злоупотреблять, то, как утверждают те же психологи, коллекционирование снижает уровень внутренней тревоги и снимает стресс. Кому-то магнит на холодильник, кому-то ложка чайная, кому-то наперстки. Все мы разные. Но я знаю, что меня это точно порадует. И с подарком люди не промахнутся, если подарят мне наперсток. Мелочно приятно. Одни принесут своему обладателю прибыль. По крайней мере, на это очень надеется хозяин коллекции верблюдов Виталий Мацко. С другими связаны порой незабываемые воспоминания. И совершенно точно каждая коллекция – история. Не экспонатов даже, а человека, ее собирающего. В нашу студию сегодня мы тоже пригласили коллекционера. Это удивительный человек. Если бы мы говорили сегодня о мастерах-ремесленниках, я не сомневаюсь, он тоже был бы в этой студии. Как, впрочем, если бы речь шла о художниках, путешественниках, краеведах, Николай Перестов, Косторец, член Союза художников, коллекционер. Николай Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, есть такое расхожее мнение, что коллекционеры все свои находки, все свои собрания прячут от посторонних глаз. Почему вы не соответствуете этому правилу? Ну, вообще, в корне слова «коллекционер» я отрицаю в связи со своим именем. Потому что коллекционер – это очень серьезно и предполагает, что такое вещи должны быть описаны, датированы, там, легенды, истории и так далее. Я скорее собиратель. Коллекционер – это больной человек, вообще-то. Он может удавиться за какую-то такую не купленную или не подаренную ему вещи. А собиратель, он более такой проще, смотрит на все, на это. Ну, конечно, увлечение – это одно и то же, и порывы, и страсти, это все то же самое, что и с коллекционированием. Так что собиратель, я думаю, ближе мне все-таки. Я думаю, если бы из вашей коллекции, я на этом наставиваю, похитили бы хоть одну ступку, ну, вы бы не удавились, но расстроились очень. Ну, нет, я расстроился бы на полчаса, да и все. Вот тут недавно у меня пропал венский стул, я поорал полдня, ну, и успокоился. Вот я в жизни никогда ничего не собирала, даже когда все вокруг собирали, там, фантики, календарики, открытки. Откуда все-таки берется такая страсть к собирательству? С детства, наверное, собирали марки, собирали этикетки, спичечные, от спичечных коробочек, различные там гвоздики, наверное, вот так вот. Самая первая коллекция какая у вас была? Да, денежки собирал, ну, всякие интересные такие, вот. И, кстати, до сих пор у меня есть страсть к этому, к серебру. У меня есть интересные серебряные монеты, ну, я тоже так же отношусь к ним, к нему. Со мной всегда одна монета находится, вот, я могу даже ее показать, если интересно. На удачу, на счастье? Ну, это, в общем-то, первый советский российский рубль, вот, 21-го года. Он всегда со мной, когда бы я не переодевался, я его всегда перекладываю. Ну, это год рождения моей мамы, и в память, и все. И первый российский советский рубль. Какое у вас, ваше собрание, можно назвать, самым ценным для вас? Я горжусь, что у меня самая большая коллекция ступок в России. 200 или около 200 танки. Во всяком случае, большая часть из этой коллекции – это российские, ну, а также и зарубежные. Есть экземпляры интересные. Вот это самое интересное, наверное. Ну, вот эта ступочка, она родом из Китая, 17-й век, и на древне-китайском языке, еще до иерографическом письме. Я заинтересовался, что здесь изображено, что за иероглифы. И обратился к нашему знатоку, очень интересной женщине, которая прекрасно занимается древнекитайским языком. И с ее помощью мы попытались разузнать. Здесь рецепт. Рецепт, можно сказать, средства Макрополоса. То есть молодости и, можно сказать, вечной жизни. И расшифровались сперва два компонента. Значит, здесь сушеная змея и речной жемчуг, то есть растолочь. Потом, значит, узнали, что еще компонент водяная лилия и большое количество процентного содержания волчьей ягоды. Так что вот еще несколько компонентов осталось, и будем пробовать эликсир. Рецепт вечной молодости. Да, да, да. Если все-таки говорить о ступках, по преданиям вообще держать ступку дома было очень опасно. Пес поставлять, вот в ступке было страшно, там нечистая сила. Вы не боитесь окружать себя такими предметами? Ну, я думаю, во-первых, нет, дома-то у меня ступочка есть, она функциональная всегда. Нет, я не боюсь, почему? Потому что там, конечно, есть экземпляры, которые, и как-то я называю, знахарьская ступка, где, конечно, когда вот в этом сосуде с нагоровами, с молитвами, с какими-то мыслями непонятными, может быть, хорошими, может быть, не совсем хорошими, на основе внутреннего там сала, там жира, какие-то травы растирали. Ну, наверное, чтобы помочь людям большей частью, энергетика, она все-таки присутствует, какая-то, рядом с какой-то вещью, потому что, сколько бы ни прошло времени, остается след от хозяина, остается след от каких-то наговоров, заговоров. Ну, вообще, ступка – это мужское и женское начало. Ни одна свадьба не обходилась для ступки. Что вы еще собирали? Мой много. У меня несколько тысяч плуговиц. Откуда они? Тоже сразу, сразу. Есть времен Наполеона, есть времен основания Омской крепости. Как часто из экспедиции удается что-то привезти? Если мы и привозим что-то из этнографии, то мы это обязательно сдаем в фонд Сибирского культурного центра. И, в общем-то, таких предметов много. То есть это утварь различная, там, и керамика, там, и инструменты сельскохозяйственные. Но какой находкой вы гордитесь? Вот сейчас сенсационное такое событие произошло на Омской земле, что найден, ну, лично мной, определенный палеонтологом нашим Алексеем Бондаревым, бедренная кость человека, homo sapiens, в настоящий момент это, считай, это самый надежно датированный человек, с надежной радиоуглеродной датой, самый древний в мире, с прямым, с полным ДНК. Это самый древний в мире человек. То есть самый прямой, самый полный ДНК человека разумного тоже, это омский человек. Самая северная находка, homo sapiens, человека разумного, это тоже омская земля. То есть по этим трем параметрам, а параметров вообще 15, там, примерно, самые главные такие параметры, это ом, сейчас первенство на омской земле. И на настоящий момент создан исследовательский проект и фонд под одноименным названием «Первопредок», который занимается как раз исследованием, подключены, значит, геологи, палеонтологи, антропологи с разных регионов. Исследования еще идутся, да? Идут, и до сих пор идут. Только что вот недавно пришло сообщение из Севтекара, что все-таки подтверждено, что это было погребение. Интересных вам открытий, находок. Я думаю, что мы о них еще не раз услышим. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию. Спасибо, благодарю. Мы продолжим буквально через минуту после короткой рекламной паузы в коллекции программы «Артикул» еще много интересного. Не переключайтесь. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская 213Б. Телефон 666-432. У людей бывают порой действительно странные пристрастия. Десятилетний Гарри Берроуз, например, собрал коллекцию более чем из 40 пылесосов. Зачем столько маленькому мальчику, непонятно. Если он будет собирать жуков, как Рокфеллер-старший, то можете себе представить, сколько он соберет их к вековому юбилею. Как пенсионер Стив Сансви, то он фанат «Звездных войн» собрал коллекцию из 300 тысяч предметов, так или иначе связанных с этой киноэпопеей. Теперь Стив руководит бесприбыльным музеем под названием «Ранчо Оби-Ван» в Калифорнии, где выставлены световые мечи, фигурки и модели тысячелетнего сокола. Что делать, если эти экспонаты в стенах собственного дома уже не помещаются? Как, впрочем, и те, о которых пойдет речь прямо сейчас. Итак, начнем, пожалуй, с коллекции парикмахера Лейлы Коун. За 30 лет работы ни одна волосинка с головы ее клиента не упала даром. В прямом смысле этого слова. Она мастерила и продавала украшения из волос. Самые красивые и необычные оставляла у себя, жалко было отдавать. Так образовалась одна из самых необычных коллекций – украшения из человеческих волос. Она пополнялась, некоторые экземпляры за баснословные деньги Лейла покупала сама. Вскоре этому собранию стало тесно в одной шкатулке, потом в одной комнате. И в 1989 году открылся волосяной музей Лейлы, в котором представлены кольца, заколки, медальоны и броши из волос. Есть экспонаты даже викторианской эпохи. Появлению этого музея тоже поспособствовала одна коллекция. Все началось с ужасной картины, которую антикват Скотт Уилсон, прогуливаясь по улицам Бостона, обнаружил в мусорном контейнере. Она была настолько плохо нарисована, что должна была висеть в музее, не изобразительном, не современного, а плохого искусства. Но такого не существовало. Поэтому антиквар повесил эту картину дома и водил друзей смотреть на нее. Когда для таких шедевров перестало хватать стен в доме, Уилсон решил все-таки создать свой музей плохого искусства. Сейчас он имеет три выставочных зала, 600 экспонатов, 8 тысяч посетителей приходят ежедневно, чтобы полюбоваться на этот кошмар. Ну и под занавес еще одна, казалось бы, обычная коллекция кукол Барби. Если не считать того, что владелец ее мужчина. Житель Флориды Стэнли Колорайт ежедневно тратит 30 тысяч долларов на своих любимец, которых, заметьте в его коллекции, 3 тысячи. За некоторые из них американец выложил баснословные деньги, куколка ценой в одну тысячу долларов. Не каждый рискнет так раскошелиться. Впрочем, и содержание этих красоток недешево обходится Колорайту. Есть наряд, пока только один, от модельера Оскара де Лоренте. А еще есть у этих модниц лимузины, мотоциклы, самолеты. Для них приобретается лучшая косметика и даже жидкость для полоскания рта. Зачем, только непонятно. Стэнли Колорайт, владелец клининговой компании, весь свой досуг посвящает этим дамам. Вот так бывает. Похоже, что сегодня не модно запирать свои коллекции в сейфах, даже если речь идет о полотнах известных живописцев, приобретенных на аукционах за баснословные деньги. Пришло время, когда коллекционеры готовы работать на искусство. Кстати, эта практика становится популярной в России. Известная история. Картину голландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» коллекционер приобрел за смешные деньги. И никто бы, наверное, не обратил на нее внимание, если бы не одноименный фильм Питера Вебера, снятый в 2003 году. Полотно стало популярным, на нем можно было неплохо заработать, но коллекционер просто передал его в музей. Разговор о шедеврах и частных коллекциях уже за пределами этой студии, продолжает моя коллега Ольга Долгих. Христиан, какую роль сыграли коллекционеры в сохранении голландской живописи как культурного наследия? Коллекции были взяты из Холланд, поэтому это не было интересов Холланд. Прежде всего, это распространение полотен по всему миру. Это, конечно, было не в интересах Нидерландов, чтобы произведения искусства вывозились. Но это способствовало тому, что по всему миру сегодня можно наблюдать голландские произведения искусства. Коллекционеры всегда играли очень важную роль, но это вопрос для размышления. Мне самому каждый раз интересно искать ответ на него. История подсказывает, что не будь коллекционеров не появились бы многие музеи, во всяком случае в России. Насколько популярна была голландская живопись у русских коллекционеров? Действительно, голландская живопись стала популярна в 17 веке. Она была более реалистичной и сильно отличалась от итальянской и французской школы живописи. Из 17 века работы голландцев начали коллекционировать. Петр I в 1697 году, когда был в Голландии, лично заказывал полотна у некоторых художников. Их имена практически неизвестны в Голландии. Карл де Мор, Экселе. Работы этих авторов можно найти только в России. Кроме этого, большая коллекция фламандской живописи была у Александра III. В 19 веке стоит упомянуть Юсупова и Шереметьева, французского парфюмера Ари Бракара, который привез коллекцию для музея Пушкина в Москву, или посла Голландии в Санкт-Петербурге в Андерпаса, который передал свое собрание живописи в Эрмитаж. Ни для кого не секрет, что многие коллекционеры дают бешеные деньги за произведение искусства, а потом запирают его у себя в сейфе. На ваш взгляд, коллекционеры вредят искусству или работают на него? Давайте говорить по существу. Тут дело не в деньгах. Мне кажется, когда люди покупают произведение искусства, они не преследуют целью запереть его у себя в сейфах. Надо говорить скорее о взаимоотношениях коллекционеров и музеев. Практика показывает, что частные коллекционеры, не всегда, конечно, но довольно часто, щедры по отношению к музеям, перечисляют часть денег, организуют выставки, предоставляют свои картины, как это было в 19 веке. По-моему, коллекционеры, напротив, стараются поделиться радостью обладания каким-то произведением искусства с музеями. А как вы думаете, много полотен осело в частных коллекциях? Может быть, некоторые произведения широкая общественность не видела уже десятилетия, потому что они в частной собственности? Существует много произведений искусств. Многие кураторы думают, глядя на картину, «Хм, было бы здорово приобрести ее». Так можно сказать о картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», которая стала популярна благодаря фильму, снятому о ней. В конце 19 века на аукционе в Гааге картину приобрел коллекционер всего за два гульдина, а через несколько лет передал ее в музей. Я думаю, что такая практика доберется и до Эрмитажа, и до музея Пушкина. Многие работы будут появляться в музеях именно из личных коллекций. На ваш взгляд, где должны храниться произведения искусства? В музеях или частных коллекциях? Стоит упомянуть о том, что если бы все произведения искусств находились в музеях, то просто не хватило бы зданий. Пришлось бы строить миллионы зданий, чтобы хранить и делать выставки всех шедевров. Все музеи, в том числе и в России, были построены по личной инициативе каких-либо лиц, зачастую коллекционеров. Именно им нужны были музеи. Эрмитаж создан по инициативе императрицы Екатерины Великой. Музей Пушкина по инициативе Румянцева. С другой стороны, сложно сказать, являются ли музеи только хранилищами для богатства со всего мира. Некоторые музеи, особенно в США, продают произведения искусства, чтобы получить более важные работы картины. Но такая практика не распространена на Западе и в России. Музеи не могут хранить все произведения искусства у себя, поэтому соотношение «часть в музеях, часть в частных коллекциях» правильное. У нас осталось немного времени, чтобы рассказать еще об одном коллекционном экспонате, который пополнил нашу галерею ДАРТ. Подробнее о нем прямо сейчас. Собираюсь с 2000 года в коллекции 7 практически отреставрированных автомобилей, и 4 сейчас находятся в реставрации. На реставрацию каждого автомобиля уходит практически 2 года. Я художник, оформитель, дизайнер по образованию, поэтому мне это все нравится, все, что красивое, все нравится. Такое необъяснимое чувство, это вот как ген в человеке живет, любителя старины. Музыка Форт Эйфель 38-го года выпуска. Купил я его в таре, в печальнейшем состоянии. То есть пришлось восстанавливать даже раму, изготавливать новую раму, делать ее копию. Капот пришлось новый изгибать, двери пришлось новые изготавливать. А остальное практически все неэтичное, кроме ходовой части, потому что ходовую часть 38-го года очень тяжело найти. И это одно из направлений реставрации, стопроцентный оригинал. У меня совсем другое направление. То есть оболочка остается старинной, а внутренняя часть делается для удобства езды. Это самое сложное, я считаю, это жестяно-сварочная работа. То есть как ты подготовишь кузов, у тебя будут зазоры, так потом все и покрасится, так все и будет видно. Идентичные, и не ищешь детали, а ищешь похожую, и выдерживаешь именно стиль тех лет. До 70-го года любой автомобиль считается раритетным. Ну, мне нравится стиль вот чайки на крыло. Первое время ты сам ищешь, а сейчас уже как бы, уже к нам в клуб звонят и предлагают автомобили. Говорит, жалко терять, сдавать металл, пусть у вас как-нибудь сохранится. Находишь следующий автомобиль. Чудом. Ну вот, Opel Olympia у меня 36-го года. Звонит товарищ, говорит, выбросили на улицу москвич 401, но он почему-то, говорит, с двумя дверями. А я знаю, что москвичи с двумя дверями не бывает. Это или Opel Kadett, или Opel Olympia. Она уже практически шла по конвейеру на переплавку, можно сказать, и оттуда хысь, истинулась. Спас ей дал ей второе дыхание. И когда едешь на таком автомобиле, равняются на современных автомобилях с кондиционерами, опускают окно и говорят, ну что, поменяемся. То есть предлагают меняться быстрее. В 2002 году мы объединились, то есть мы создали свой клуб «Ретромобиль». И вот нас там сейчас шесть человек. Основной костяк в Омске у нас. Около 40 автомобилей, 45 отреставрированных прямо на уровне. И 200, где-то около 200 подреставрации еще находятся. Здесь вновь ставим многоточие. В коллекции программы «Артикул» еще много удивительных историй. Встретимся здесь же, на телеканале «Продвижение» ровно через неделю и продолжим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok